Здравствуйте! В студии БНТВ Ольга Уланова. Власти Петербурга и Ленобласти на грядущем координационном совете планируют подписание соглашения по развитию транспортной инфраструктуры двух регионов. Расставим акценты. Грузооборот Петербургского транспортного узла, куда входит и область, составляет порядка 390 миллионов тонн. Из них доля автомобильного транспорта 20%, железнодорожного – 38%, морского – 37%, внутриводного – 5%. Через территорию региона ежедневно проходит огромный грузопоток. Развитие транспорта, помимо того, что дает большое количество нам налогов, развитие новых производств, создает проблемы. Проблема – это, в первую очередь, с транспортной инфраструктурой, потому что сегодня существующая инфраструктура не рассчитана на такую нагрузку. Кроме того, нельзя забывать, что многие жители области сегодня работают в Петербурге и ежедневно заполняют городские дороги. Президент Найбекар Александр Шарапов отметил, что за последние годы произошли положительные сдвиги в развитии транспортной системы. Однако существующие темпы недостаточны. Развитие транспортной инфраструктуры отстает, существенно отстает от развития города, от притока населения, от развития социальной, развлекательной, ритейл-структуры. Эксперт уверен, что необходимы решительные действия. При этом он подчеркнул, что они зависят и от власти, и от самого населения, которые также являются участником транспортной системы. Координировать работу будет дирекция по развитию инфраструктурных проектов Петербурга и Ленобласти. Это решение правительства Российской Федерации. Будут у нас три учредителя в этой дирекции. Это будет Минтранс, 20% и по 40% в этой дирекции будет у области и у города. Значит, цель задачи – это координация, определены бюджеты. Планируется порядка 2,2 триллионов до 2020 года. Дмитрий Разумов также сообщил, что в первую очередь будет развиваться инфраструктура территории, прилегающей к городу. Сертового, Янина, Бугры, Заневка, Всеволожской, там наибольшая стадия готовности к этому есть. Направление Пулково-Гатчины, потому что строится аэропорт, значит, что мы будем строить только здесь и не будем ремонтировать мосты или освещение. По словам главы комитета, согласно программе развития, которую заказал Минтранс, определены приоритетные направления развития транспортной структуры. То, что мы видим в первую очередь сегодня, значит, это возможность выхода метро за территорию Кольца и строительства станции. В том числе мы планируем, что, возможно, в ближайшее время будет подписано и соглашение трехстороннее между Минтрансом городом и областью о строительстве метрополитена. Как рассказал Дмитрий Разумов, специалисты считают, что метро в области желательно строить по поверхности, но есть некоторые проблемы. Это шумовые барьеры, поэтому, наверное, дешевле, конечно, строить метро по этой территории поверху, но закрывать ее экранными куполами, иначе мы создадим проблему для прилегающих территорий. Федеральный центр готов помочь области в строительстве на ее территории новых станций метро, однако пока нет проекта и экспертизы. На следующей неделе первоначальные наработки будут обсуждаться с заместителем министра транспорта Николаем Асаулом. Федерация говорит, что мы готовы участвовать, но мы хотим проект. Всегда разработка проекта, прохождение экспертизы, это ответственность субъектов, поэтому мы сейчас с городом ведем переговоры, как раз говорим о писании соглашений, кто какие проекты в какой части определяет. А дальше, когда мы выйдем на финише, помимо по стоимости, федералы сказали, предположительное заключение экспертизы, мы готовы рассмотреть о доле софинансирования. Новые станции запланированы в Кудрово, Янино и Буграх. При этом рядом за пределами кольцевой автодороги появятся перехватывающие парковки. Московская область активно продвигается, действительно хороший эффект, поэтому мы сегодня, формируя земельные участки, по строительству метрополитена планируем там строительство перехватывающих парковок. Как пояснил чиновник, при этом будет применяться уже испытанная схема. Оставляя машину, водитель будет получать бесплатный жетон в метро. А вот Александру Шарапову идея пересадки на общественный транспорт не очень нравится. У каждого сейчас, фактически, второго жителя города есть машина. И мы только что не так давно их все приобрели, эти машины. И вот теперь нам говорят власти, что вы должны пересесться с машин на общественный транспорт. Это раздражает. Однако другого пути развития у такого мегаполиса, как Петербург, по мнению эксперта, нет. Еще одним первоочередным направлением развития транспортной системы власти региона считают развитие легкорельсового транспорта. Его первые маршруты планируется проложить от Озерков-Сертолова и от Ржевки во Всеволожск. Среди приоритетов Дмитрий Разумов отметил и проектирование транспортного пересадочного узла в Девяткино. Мы планируем вытащить туда метро, ну или параллельно построить там автовокзал, чтобы решить в городе проблему с пробками и с формированием пассажиропотоков, которые там возле финляндского вокзала, возле московского вокзала формируются, и сделать современный. Как подчеркнул глава комитета, единственный петербургский легальный автовокзал, существующий сегодня на обводном канале, не отвечает потребностям. Новый же с формированием транспортно-пересадочного узла будет международного уровня. Вместе с тем в Ленинградской области сегодня существует 18 автовокзалов в каждом из районов. Ряд запланированных к осуществлению до 2020 года проектов поможет решить проблемы с пересечением железнодорожных путей. Так, на строительство четырех путепроводов на участке МГА, Гатчина, Ивангород, Усть-Луга, по словам Дмитрия Разумова, уже есть необходимая документация и заключение экспертизы. На перегоне Фризерский-Гатчина, на перегоне Волосова-Вруда, это тоже раскачивается переездом через железнодорогу, потому что нагрузка очень большая, люди нервничают, потому что переезд, который существует по Таллинскому шоссе перед Кингисеппом, там основной ход на услугу, то есть бывает там до 40, до часа. Мы получим огромное количество жалоб от населения, что люди стоят под час по полтора, не открывается шлагбаум железнодорожный. Поэтому там уже начали строительство, значит, авиадуга и развязки, порку услуг. Глава комитета подчеркнул, что власти понимают необходимость путепроводов именно через железную дорогу, поэтому запланировано их строительство на нескольких перегонах, в том числе на Выборгском направлении, а также в самом Выборге. Мы планируем, что в переходе к безопасности РЖД построят 14 пешеходных мостов через железнодорожные пути на территории Ленинградской области. По словам Дмитрия Разумова, соглашение о создании дирекции по развитию инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется подписать уже в марте. Финансирование дирекции начнется с апреля-мая месяца, и я думаю, их задача будет к первому сентября всю ситуацию выровнять, потому что у нас есть уже наработанные проекты, но мы договорились о том, что и условия софинансирования, и приоритетность начнется. Поэтому объективное строительство, то есть сегодня ведутся работы по формированию земельных участков, по резервированию земельных участков. Реализацию самих проектов планируется начать в 2014-2015 годах. Акценты расставлены. В студии была Ольга Уланова.